всем привет сегодня как видите у нас кухня и поговорим больше всего о монтаже вытяжки электро вытяжка кухня у нас совсем мотив пусенька это мини кухня ширина всей площади метр пятьдесят где будет устанавливаться кухонная мебель ну и собственно сейчас будем монтировать верхние шкафчики как видите это практически цельный шкафчик который разделен на три основных части и в левой части у нас будет помещаться вытяжка на для того чтобы разместить вытяжку нужно сначала установить нормально шкафчики для того чтобы не мешало нам вот это вот вытяжное отверстие как раз но явка впоследствии потом увижу что она немного мешает придется снять шкафчики еще раз вот ну и заодно я понял что не все петли зацепились за крепление поэтому я максимально выдвинул крепление на вот этих вот ушках и попробую еще раз подцепить этот шкафчик вытяжка у нас телескопическая как раз она будет на гофре соединяться гофрированной трубой так по-моему сейчас у нас уже все получилось да все монтажные такие вот ушки они зацепились за монтажные рейки самое главное убедиться что все таки все нормально чтобы не попадали шкафчики потому что какой-то всегда есть страх что шкафчик должен упасть хотя принципе в этих монтажных очень большой такой запас тяги смотрите я уменьшил вот эту вот накладку вот немножко отрезал и засиликоне вот эти вот отверстия потому что эти отверстия они как раз никому не нужны они будут находиться в середине шкафчика закрыты полностью и я силиконе для того чтобы никакие паучки жуки тараканы не пролезли вот но если и они пролезут то только через вот эту вот трубу я сейчас попробую показать что нужно одеть гофрированной трубой здесь в этом месте ну на этом все завершится потому что одной рукой не удобно и не установил камеру не совсем хорошим таком месте но тем не менее видно оттуда что я пытаюсь сделать то есть я сейчас наделал на трубу на вот эту вот вент-канал и под это и попробую его все-таки закрутить сначала хотел шуруповертом шуруповерт не совсем не подошел сначала и я буду отверточкой но все такие шуруповерт яду взял другую насадку и нормально закрутил затянул хомутом саму трубу больше всего меня конечно волновал вопрос насколько я удачно выгнул вот эту трубу под 90 градусов потому что место совсем мало очень мало для поворота поэтому я конечно переживал на этот счет тем не менее гофрированная труба она поддалась изгибу даже если немножко ее помнешь ничего страшно самое главное не порвать гуфу поэтому тут такое дело что вот ее нужно аккуратно выгнуть и все будет хорошо теперь время пришло монтировать вытяжку видите что нижняя полка она вырезана под вент-канал она получать я позже покажу вверх вот этой вытяжки что там есть такая накладка для вент-канала для подсоединения и сверху есть четыре отверстия которые сверху четырьмя винтами она крепится конечно такое крепление уже давно существует у всех это самое дешевое крепление считают разработчики вот этих вот вытяжек но если честно это совсем неудобно их так монтировать угадывать в каком месте нужно просверлиться в полке для того чтобы потом закрутить винтами вот эту вот вытяжку она конечно все так можно но намного удобнее когда есть какие-то клипсы фиксирующие и поднял за зафиксировала но защелкнулась и полка держится на клипсах совсем другое дело когда вот одной рукой держишь вытяжку другой рукой пытаясь попасть в резьбу ну и потом затягивать отвертку либо шуруповертом вот это не совсем удобно это еще вытяжка на 50 сантиметров шириной легкая есть вытяжки шире и я не гораздо даже тяжелее поэтому сейчас я зафиксирую быстренько вытяжку и потом будем надевать рукав на саму вытяжку вытяжной рукав опять же будем его выгибать и хомутом фиксировать увидите вот эта вот накладка где надевается она показывает что четыре крепления 4 винта еще один недосчет вот этих вытяжек это передняя панель которая никак не закрывается ну для вообще для эстетики конечно лучше все таки и украсить в какой-то цвет в цвет вытяжки но если она белая белый цвет когда открываешь дверь то все таки чтобы это было красиво теперь я вытягиваю трубу в нужном направлении для того чтобы можно было ее одеть на саму вытяжку ее нужно сначала быть вытянуть то есть она гофрированная и сложенном таком состоянии вот где-то сантиметров двадцать пять ну а идет она плохо техническим паспорту метр то есть растягиваешь до метра если это необходимо ну и конечно есть еще другой способ можно наборными такими соединителями все это выложить выстроить есть такие круглые есть прямоугольные скажем так как конструктор такой который с помощью которого можно вот развернуться но я читал я не так кажется что там надо больше поворот угол поворота чем вот допустим такой гофрированной трубой можно обойти ну вот я уже подсоединил затянул хомутом но теперь вот это вот все некрасивая часть мы будем глушить глушить таким же цветом дсп и сам корпус но сама вытяжка уже принципе подключена первую я вот эту часть заглушил теперь без показа как я это делал я вторую часть покажу позже ну сейчас фиксируем конферматами для того чтобы случайно никто не подвину хотя я очень тяжело закладывал эту заглушку ну и и вот сейчас эту часть тоже вот правую мы ее спрячем это я здесь пытался показать что я хочу заложить вот этой маленькой маленькую заглушку получается что одной рукой ничего не получится сделать все таки двумя лучше и для того чтобы заложить вот эту маленькую заглушку я все-таки раскручиваю среднюю вот эту поперечную часть для того чтобы ее вложить потому что все очень жестко плотно без зазоров точно так же после этого как заложу ее прихвачу конферматами видите жестко заходит чем меньше деталь тем она ну тяжелее заходит за нужное место свое я фиксирую где-то поперечную полку не полку поперечную часть разделяющие это отделение ну и как бы все в принципе вытяжка готова к эксплуатации все некрасивые части они спрятаны теперь осталось только повесить фасаду так что на этом все всем спасибо и всем пока до новых встреч